После войны в Сирии грядет война за Сирию, Турция, Россия и Иран не смогут мирно поделить Сирию, и вскоре из пепла может восстать и разбитый халифат, Адванчи, Хорватия. Д. Марьянович Адванчи, Хорватия 14 октября 2019 года В сирийский конфликт вовлечено множество игроков, проще перечислить тех, кто не имеет к нему отношения. Больше всех из них выделяются те, кто пользуется влиянием непосредственно на месте. К этим основным игрокам относятся Россия, Турция, Иран и Соединенные Штаты. Сейчас один из них, якобы, уходит, США, и это может спровоцировать страшный хаос. Ведь три оставшихся игрока в свое время объединились против американского присутствия в Сирии. Теперь же, когда американцев не будет, на первый план выйдут их собственные интересы, которые в основной своей массе противоречат друг другу. Это не означает, что США являлись фактором стабильности. Напротив, именно США приложили руку к тому, чтобы в Сирии разгорелся конфликт. Предыдущая американская администрация вложила немало сил в политику смены режима в Дамаске. И все же после ухода американцев между Россией, Турцией и Ираном обострятся противоречия, которые прежде, как я уже говорил, сглаживались благодаря тому, что этих трех игроков объединяло желание вытеснить американцев из Сирии. После освобождения Юга Сирии и после того, как установлен полный контроль над центром страны, остался один только Идлиб, где сирийские войска начали наступление. Потом его остановили, потом снова возобновили и снова остановили. От государства впечатление, что все это время действия армии ограничивал политический процесс, в котором участвовали союзники враги Дамаска, а точнее Россия и Иран, с одной стороны и Турция, с другой. Что касается Идлиба, то особую роль там сыграли российск-турецкие переговоры, Иран полностью поддерживал продолжение наступления. Наконец, все остановилось, точнее у Москвы, временно или надолго, пропала политическая воля для освобождения Длиба военным путем. Можно было бы сказать, что и война в Сирии в каком-то смысле прекратилась, и остались только неурегулированные разногласия, вопросы, которые можно было бы решить в рамках мирного процесса. Но вчерашнее турецкое вторжение в Сирию, на фоне американского хода, возможно, положило начало новой войне, на этот раз за Сирию. Вряд ли стоит ожидать от кого-либо из сторонних игроков, что после конфликта они скажут, извините за неудобство, мы уходим. Вывод американских сил, аномалия, которая лишний раз подтверждает, насколько ожесточенная борьба ведется между отдельными фракциями внутри Соединенных Штатов. Сегодня Трамп даже процитировал Эйзен ХВР и его предостережение о слишком влиятельном военно-промышленном комплексе. Если американцы действительно покинут Сирию, сейчас нет никаких гарантий, что так и будет. Я напомню, что Трамп еще в конце прошлого года заявил о выводе силы Сирии, а ВОС и ныне там, то нам придется признать американскую роль в Сирии двоякой. США участвовали в происходящем там в два этапа. Первый этап связан с именем Обамы, который полностью шел на поводу военно-промышленного комплекса. Второй начался при Трампе, который решил вывести войска США из Сирии, что буквально неслыханно. Ладно, что касается Обамы, то в момент, когда от него требовали вторжения из-за так называемых красных линий, он дал за одних войт и отказался от нападения. Этого ему никогда не простят ястребы, которых в демократической партии, как кажется, сегодня больше, чем в республиканской. Трамп уже не только не простят, если он действительно выведет войска из Сирии, но и попытаются его свергнуть, над чем сейчас и ведется активная работа. Я имею в виду так называемый Украгейт, в котором на самом деле нет ничего особого пьющего. Хорошо, предположим, что США на этот раз действительно покинут Сирию, но что будет с тремя оставшимися главными сторонними игроками? Интересы России и Ирана совпадают по крайней мере в том, что они поддерживают власть в Дамаске, точнее президента Башара Асада, по крайней мере так было до сих пор. О Турции этого не скажешь. Москва и Тегеран могут радоваться тому, что США покидают Сирию, но это еще не означает, что теперь они будут вечно благодарны за это Анкаре. Важно помнить, что турецкие войска вторглись на северо-восток Сирии не одни, а в сопровождении колонн самых разных исламистских боевиков, которые называют себя свободной сирийской армией. Иными словами, то, чем сегодня является Иглиб, завтра будут окрестности Раки и Хасака. А что Иглиб? Даже самые непримиримые критики Асады сходятся во мнении, большая часть Иглибы сегодня является логовом террористов, точнее Аль-Каиды, запрещена в России, примечание редакторов. Даже британская ВВС, которая с начала войны настроена на счет Сирии не объективно, показала карту, подтверждающую, что большую часть Иглибы контролируют силы джихадистов. Как же такое возможно после всего произошедшего? Почти равно два года назад, 7 октября 2017 года, Турция начала военную операцию в сирийской северо-западной провинции Иглиб после очередных мирных переговоров в Астане, Казахстан, то есть после встречи Эрдогана, Путина и Рухани. Я напомню, что когда турецкие войска вошли в Иглиб, никто не ждал зеленого света от США, так как американских сил там не было. Но требовалось согласие россиян, которые находились не так далеко. В сентябре 2018 года Путин и Эрдоган достигли договоренности о расширении турецкого военного присутствия в Иглибе. То соглашение включало определенные условия. Одно из главных условий предполагало, что Турция вытеснит террористические и экстремистские силы из Иглиба. Тогда я прогнозировал, что этого не произойдет. Турция не может этого сделать, ведь именно она организовала проникновение этих сил в Сирию через собственную границу. Турция никогда не была заинтересована в решении террористического вопроса в Иглибе. Напротив, турки стремились помешать освобождению Иглиба, а теперь хотят помешать сирийской армии добраться до северо-востока страны. Как только стало известно, что Трамп может вывести войска из Сирии, Турция начала концентрировать войска и усиливать давление. Недавно Трамп, по-видимому, дал туркам зеленый свет, а может, только желтый, и началось вторжение. Невероятно заблуждаются те, кто думает, что три оставшихся игрока – Россия, Иран и Турция – мирно поделят Сирию на невидимые, или видимые, оккупационные зоны по интересам. Эти три страны – соперницы, и теперь в Сирии может развернуться интересный эксперимент. В миниатюре мы сможем посмотреть, что будет с миром, когда США уйдут со сцены. Кто-то опять таки скажет, что США – это фактор стабильности, поэтому снова нужно уверенно подчеркнуть – нет. Вообще, ситуации, вроде этой, никогда не бывают черно-белыми. Делить на хороших и плохих парней принято в Голливуде, но в реальном мире это бессмысленно. Однако стоит отметить и вот что, если кто-то из оставшихся игроков и является главным дестабилизирующим фактором, так это, несомненно, Турция. Без турецкой агрессии и с уходом США на арене остались бы только Россия и Иран, и Дамаск не стал бы противиться их присутствию. Более того, в таком случае решение для курдского вопроса найти было бы куда проще. Теперь на севере Сирии будут множиться жертвы, и в этой ситуации курды должны понимать, что их убивают сразу два игрока – Турция, бомбами, а США – своим предательством. Однако ситуацию осложняют не только эти три игрока. Саудовская Аравия, которую с Турцией связывают очень напряженные отношения, в особенности после жестокого убийства Джамаля Хашоги в Саудовском консульстве в Стамбуле в прошлом году. Сегодня осудило турецкое вторжение. Хотя, возможно, это лишь временная позиция. Тысячи террористов исламского государства, запрещенного в России, примечания редакторов, сегодня стоят в шаге от свободы. Пока они заблокированы на севере Сирии. Но, вероятно, это ненадолго. Западные официальные лица выражают обеспокоенность в связи с тем, что уход американцев и турецкое вторжение могут способствовать очередному подъему исламского государства. Они обеспокоены, потому что понимают, именно это сейчас и происходит. По данным источников, в последние дни террористы исламского государства начали снова появляться в Раке, и это не случайно. Нынешнее турецкое вторжение может возродить из пепла уже разгромленный халифат, снова разжечь религиозную вражду, и тогда Саудовская Аравия, несмотря на нынешнюю критику Турции, снова поддержит суннитское большинство против шиитских соперников, Ирана. Тогда все начнется сначала и будет продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь публично не раскроет тайну, которая на самом деле уже в общем-то тайной не является. Хотя ближневосточные режимы до конца так и не определились с тем, как контролировать исламское государство, они продолжают использовать его для защиты сектантских интересов. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.